МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу в поиске ответа на телеканале Астра ТВ. С вами Антонина Гончарова. Здравствуйте. Эпиграфом к сегодняшней программе можно поставить выражение австрийского экономиста и философа XX века Фридриха Августа фон Хайка. Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен приспосабливаться к переменам, причины и природа которых ему неизвестны. Считается, что первоначально имя Баал было нарицательным обозначением божества того или иного племени, потом местности, затем титул Баал стали давать князьям и городоначальникам. Позже Баала считали богом солнечного света. Немного спустя он стал творцом всего мира, вселенной, затем богом плодородия. Центр культа Баала был в Тире. Отсюда он распространился и в Древнем Израильском царстве, и в Иудее, несмотря на борьбу пророков. Почитался Баал и в финикийском государстве Карфагения. Через финикийцев культ Баала постепенно распространился далеко на запад, в Египет, Римскую империю, Скандинавию. В Ханаане Баал почитался как бог плодородия, грозы и бури. Несмотря на кажущуюся со стороны миролюбивость, это был один из самых кровожадных и неистовых богов Древнего мира. В писаниях того времени Баал выступает как яростный всепобеждающий воин, сражающийся с другими богами и даже с создателем вселенной Эллом. Он считался сыном Дагона и мужем Мастарты. Символом его являлся бык, так как он олицетворял собой необузданную, непредсказуемую силу природы. В культе Баала существовала четкая иерархическая структура. Таким образом создавалась мера ответственности, необходимая для процветания жизни культа и народа. Римляне, видевшие поклонение Баалу, не вписывающиеся в их представление о морали, начали охотиться за жрецами и разрушать жертвенные места этого бога. С приходом христианства Баала причислили к дьяволам, и служение ему было смертным грехом, за который была введена смертная казнь. На протяжении сотен лет христиане охотились за служителями Баала, но культ кровожадного бога не прекратил своего существования и по сей день. Так с чем же связана такая популярность этого бога? Кто такой Баал? Как изменялся его образ в зависимости от времени и от территории распространения культа? Что нового привносило в жизни культуру государства поклонение народа этому грозному божеству? Какими особенностями характеризуются сегодняшние страны, на территории которых древности поклонялись Баалу? И существует ли все-таки этот древний культ до сих пор? О загадках и тайнах земли Баала сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии, исследователем, путешественником и писателем Андреем Юрьевичем Скляром. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Юрьевич, ну разве видите все сомнения, скажем так, кто же такой действительно Баал? Все-таки наши представления такие, они действительно такие, ну, кровожадные или нет? Ну вот я внимательно слушал ваше вступительное слово. Значит, я хочу сказать, что совершенно точно отражена та точка зрения, которая сейчас распространена. Но вся эта точка зрения, она представляет из себя смесь, скажем, двух взглядов. Взгляда современной академической науки и взгляда, в общем, христианской культуры. К сожалению, когда вот мы сталкиваемся особенно с такими мифологическими, то что называется, персонажами, мы имеем дело очень часто с искажениями информации, искажениями... О первоисточнике вообще. Да, о первоисточнике, причем искажает тот, кто пытается это интерпретировать. На самом деле, когда мы говорим там о том, что сначала это были там князьям присваивался титул, потом уже стал богом и так далее, это точка зрения академической науки, которая считает богов выдумкой. Мы сталкиваемся с реальными конкретными следами высоко развитой цивилизации и считаем, что их наши предки называли богами. Значит, с этой точки зрения, получается, что мы должны говорить не о трансформации, а о том, что действительно был такой реальный персонаж. Вопрос, что он из себя представлял. А здесь уже надо обращаться как можно ближе к первоисточникам. К сожалению, про Баала до 20 века вообще вся информация черпалась из греческих источников, которые описывали уже фактически остатки культа, потому что они описывали то, что происходило на древних наанской земле уже почти через тысячу лет после завоевания ее евреями. То есть это уже культ истреблялся очень долго, до них, до греков еще. Значит, а потом, когда уже, собственно, еще два тысячелетия прошло, да, и только после этого в 20 веке пошли первые находки, когда в Угарите были найдены, во-первых, статуэтки этого бога, он казался обычным изображением обычного бога. Никакого монстра там нет, просто как обычный человек. И как обычно богов и изображали, там, с атрибутами, с какими-то, ничем других не отличался. Нашлись таблички, ну, там были, считается, это библиотекой жреца Угаритского, которому поклонялся Баалу, и, по крайней мере, удалось какую-то часть мифологии. Что такое мифология? Это не просто сказки какие-то там, и по басенке, особенно когда речь идет о культе какого-то божества, да. Это, грубо говоря, философии, лежащие под религией, под самой обрядностью. Да. Обряды — это внешняя какая-то часть. А ради чего этот человек делает, да, это вот как раз и есть вот эта самая основа. Потому что есть, скажем, у нас церковь — это одно, да, а есть христианство как идея — это вот философия, это базис, это базис вот этой настройки. Вот точно так же и здесь. Когда читаешь эти легенды и предания, оказывается, что, ну да, это один из многих богов. И, на самом деле, обнаруживается масса пересечений, скажем, мифологии угорицкой и египетской. То есть, ну вот, я когда материал собирал там по этой теме, я наткнулся на видео версии лекций. Просто запись лекций шла. Есть такой преподаватель, по-моему, в ГИМО, Александр Борисович Зубов. Вот я, когда сталкивался, когда он рассказывал там про другую мифологию других стран, да, я просто так, ну, преклонялся, как человек ее хорошо знает, как трактует. Когда он начал рассказывать о религии Ханаана, я схватился за голову. То есть, вот он, христианин, он настолько искажал информацию. Он, например, сказал, что почему Баал там злой и неправильный, грубо говоря, в чем его мерзость, да, что вот Баал — это узурпатор власти у Эля, а Эль — это верховный бог. Поэтому Яхве, собственно, иудейский, еврейский, да, это и был Эль. Поэтому он ввел борьбу с узурпатом, а поэтому она была справедливой. Ну, извините, поднимаем угорицкую мифологию, там выясняется, что Эль был узурпатором. Он получил власть, свергнув предыдущего бога под именем неба, да. Тот, в свою очередь, тоже свергал у предшественника власть. Значит, мы уже получаем не первого бога, во-первых, не первого бога, да, а во-вторых, и тоже узурпатора, да. А человек берет и так просто передергивает информацию себе в угоду, да, чтобы подо что-то подогнать. И меня вот заинтересовала вообще эта тема, на самом деле, когда я столкнулся с Ветхим Заветом. Вот у нас, к сожалению, верующие, которые считают себя верующими, Ветхий Завет не читают. Они бы почитали, они бы давно атеистами стали. Потому что возьмем такую сцену, сцену перед входом евреев в земле обетованную. Вот они 40 лет где-то ходили, ходили, ходили. Значит, пришло время, что вот Бог им разрешил войти. И Моисей, которому было запрещено входить в эту землю, он смог ее только увидеть с горы, да. Но перед этим он обратился с напутственной речью к евреям, что вот я передаю фактически власть сейчас вот Иисусу Новину, которая вас поведет, вы должны завоевать эту землю. А дальше идут четкие инструкции. Причем он говорит от имени Бога, от имени Яхве. И меня просто поразила там конкретная установка на жесточайший геноцид, на истребление просто местного населения. Причем делается, например, такая разница, которую трудно уловить, она в разных местах просто в некоторых отрывках фигурирует, в нескольких. Значит, когда речь идет о том, что вы, евреи, там придете, завоюете какой-то город, да, если вам там жители, которые будут сопротивляться, мужчин убейте, детей, женщин возьмите себе в полон, богатство их там, часть мне отдайте, часть разделите. Но это вы можете делать только в так называемых дальних городах, за пределами той земли, которую я вам заповедовал. А в этой земле вы должны вырезать всех, вы даже золото не должны у них брать, вы должны все уничтожать, все их постройки, сооружения, дома сжигать, имущество сжигать. Даже золото нужно было бросить в центре города, там переплавить его фактически, слитки. То есть, и мотивировалось это тем, что, дескать, жители этой земли занимаются такой мерзостью, что вот они виноваты, да, и их за эти мерзости надо наказывать. Я поле скопаться, а в чем заключается мерзость? Вот весь Ветхий Завет я перерыл, мерзости, в принципе, сводятся, то, что называется мерзостями, что удается вычислить. Всего две вещи. Первая — это аргиостические обряды, в том числе сексуальные, храмовые проституции и так далее. И, значит, жертвоприношения, причем, ну, преимущественно человеческие жертвоприношения и приношения детей. Все, больше нет ничего, да? Ну, начинаем смотреть. Хорошо. Значит, ну, допустим, на самом деле, если копаться... Ну, нехорошее дело, в общем-то. Копаться в текстах, то там получается очень нелицеприятная картина в отношении самого Яхва. Дело в том, что там получается любовный треугольник. Яхва, Баал и то ли Астарта, то ли иногда там Анат, Ашира, там разные имена используются по разным текстам. Причем в Ветхом Завете этого нет, это есть в отдельных частях, там, Талмуда. Значит, то, что вот одна и та же богиня называется то женой Яхва, то спутницей Баала, да? И вот этот любовный треугольник, он, в принципе, с точки зрения нашей психологии, он вполне мог породить, скажем, предвзятое отношение к сексу, да? То есть, ну, и соответствующим образом бог вложил это в доктрину евреям, что нельзя там прелюбодействовать, еще чего-то, еще чего-то. Но опять же, как-то он это все сделал двояко, да? То есть, женщина не могла иметь много мужчин, да? Много мужей. А зато вот тот же Соломон, царь евреев, да, он имел там чуть ли не тысячу, там, он пишет, наложниц, громаднейший гарем, да? Жен только не одну даже имел. Вот, поэтому здесь тоже как-то не до конца все это. Но тогда непонятно, почему локально это нужно было применять, почему земли Ханаана нужно было истреблять за этот культ, там, ну, в смысле, вот, за рогистические культы. А рядом, извините, у нас Вавилон, который к дальним городам относится, да? Там все междуречие фактически, территория там Турции, возьмем Индию, там вообще секс один из способов достижения, наоборот, состояния бога там в тантризме, да? То есть, есть масса других народов, которые точно так же практиковали эти обряды. Однако, там это мерзостью не называется. Эти дальние города истреблять не надо. Это как это? Что у нас за мерзость, которая обладает какой-то географической особенностью? Что-то не стыкуется, да? Значит, хорошо, возьмем жертвоприношение. На самом деле, вот, по угорицкой мифологии, значит, жертвоприношения там были самые разные. Там были обычные возлияния, там, вина, каких-то масел, там, воды чистой. То есть, это вообще приношение такое, вот, извините, мы хлеб там приносим, цветочки там и так далее. Вот. Были, да, жертвоприношения животными. Ну, извините, евреи тоже резали животных, будь здоров. И мне в одной книге попалось, на мой взгляд, очень удачное сравнение храма Соломона. Там просто человек взял и так прикинул по цифрам, как это описывается по площадям, сколько животных туда нужно было там поставлять по праздникам. Ну, и он сравнил это с современной скотобойней. То есть, там кровища должна литься была, сливаться в реку. И вонь должна была стоять, трупы сжигают, здесь гниет, мухи летают и так далее. То есть, это жуткое дело. И это жертвоприношение Богу, да? К тому же, то есть, это мерзостью никак не могло считаться, потому что он тут же заставлял, собственно говоря, делать евреев то же самое, да? Остается жертвоприношение детьми. Хорошо. Вроде бы, как археологи находят подтверждение. Но там тоже есть любопытная вещь. Например, осталось описание у римлян, что Карфаген приносил в жертву детей. Особенно, когда римляне там напали, они там 300 или сколько-то этих детей сразу зарезали, первенцев. А что эти жертвы еще приносились регулярно? И, дескать, вот свидетельство, это вот специальное кладбище, где стоят, значит, такие специальные прямоугольные урны, надгробья, значит, с посвящением неким богам, да? Но, вроде бы как подтверждается. Но дело в том, что там исследования не были доведены до конца. Буквально лет, там, я не боюсь ошибиться в цифрах, лет 7-8 назад, вот этот тафет, так называемый, вот такое кладбище, да, значит, исследовал один антрополог. И он что обнаружил? Значит, во-первых, на этом кладбище дети хоронились только до определенного возраста. После этого возраста они хоронились на взрослом кладбище. Он не обнаружил никаких следов насильственной смерти. Он обнаружил даже останки мертворожденных детей. А потом проделал простую вещь. Он сравнил количество захороненных там и количество взрослых. Он сказал, извините, у них, если это сводилось к естественным причинам смерти, то у них даже смертность была ниже, чем у нас. А где жертва тогда? То есть, просто существовало отдельное детское кладбище. У нас же мы тоже практикуем, да, отдельно детские там, иногда какие-то места, где детей хоронят. А что такое надпись? Да у нас тоже, Боже, прими душу, прими раба твоего, такого-то, да. Эту службу можно было взять и протрактовать так, что якобы была жертва. То есть, на самом деле, реально, археологически массовые жертвоприношения не подтверждены. Более того, есть свидетельства времен Александра Македонского. То есть, это, там, скажем, еще задолго до Соломона, да, там, за 300 лет. Нет, после Соломона, но уже, как бы, еще задолго до Христа, да. Вот. Там описывается сцена, что, когда Александр Македонский напал на один из ханаанских городов, жители совещались и пришли, значит, к мнению, что нужно принести в жертву, значит, первенца от главы города. Значит, дескать, это поможет им спасти город от нашествия. Но старейшины воспротелись этому решению. Практика уже давно была утеряна. Более того, значит, по всем этим текстам получается, что это было не каждодневное приношение, да, первенцев отдавали. Но отдавали в самых крайних случаях. Великое бедствие, нашествие, там, голод, там, типа, потопа местного, там, и так далее. То есть, в исключительных совершенно случаях. И не даром именно первенца. Почему? Потому что человек жертвует самое дорогое, что у него есть. Тем более, что если учитывать, что через первенцев шли права на следование, то есть человек фактически может поставить крест на продолжение своего рода. То есть он отдает Богу вот самое главное, что у него есть. Ну, разве что жизнь самоубийством не кончает, но это, извините, грех вообще даже и в христианстве. Вот. И здесь, на самом деле, начинает привлекать внимание тогда тексты с того же Ветхого Завета. Да? Если мы вспомним знаменитую сцену с Авраамом. Да, Авраам пошел на заклане отдавать своего сына, потому что так потребовал Бог. Совершенно спокойно. Не моргнул глазом. Да. Он пошел так, как будто эта практика его окружала. Значит, извините, среди евреев это тоже практиковалось. Ну, надо сказать, что и даже в Средневековье, если уж так позже несколько вернутся, то тоже. Ну, это считается отступлением там и так далее. Да. Возьмем, опять же, Соломона. Не Соломона, а Моисея. Он позже Авраама. Ну, хорошо, время какое-то прошло. Значит, вроде бы Бог заменил жертвоприношение детьми, детей жертвоприношениями животными. Все замечательно. Моисей, среди всех тех заповедей, которые идут помимо десяти известных, там есть замечательная фраза. Отдай мне первый приплод от твоих растений, первенцев от твоего стада и первенцев от тебя. Куда отдать? Хорошо, говорят, посвятить. А что значит посвятить? А что, растения тоже и жертвенные животные тоже просто посвящались? Извините, они резались. Проходит еще время. Пророк Михей, это уже буквально первое, там, дай Бог памяти, уже незадолго до Александра Македонского, произносит фразу, с чем предстану я перед Господом? С офисожжениями, там, первенцев животных, что они стоят по сравнению, если с тем, как я ему принесу в жертву первенца своего? Это уже после Соломона, намного позже, то есть совсем недавно уже. Вот у меня складывается полное впечатление, что человеческие жертвоприношения просто стерты из еврейских и иудейских источников. А реальную практику они имели. Тогда все, и последней мерзостью ходит. Спрашивается, за что тогда Яхва так не излюбила Алла, или Бала, если правильно говорить. Очень интересная вещь получается. Дело в том, что по свидетельствам историков те же греческих, существовали некие книги, в которых описывалось, что жрецы Бала владели определенным знанием каким-то, закрытым тайным знанием, и старательно передавали его из поколения в поколение, потому что большая часть этого знания хранилась в устной форме, чтобы не разглашалось. И более того, в хранатских землях была традиция вести исторические записи, хранить в специальных библиотеках, то есть передавать сведения о прошлом. Ну и тут появляется толпа евреев, которые действительно проходят огнем, мечом. Долго они, там, лет 200 завоевывали эту землю, как минимум. Но все-таки они проводят тотальное уничтожение носителей знаний. Спрашивается, какое знание тогда хотел уничтожить Ваал? Ну, в смысле, не Ваал, а Яхва, да? Дело в том, что когда, ну ладно, много богов, хорошо, многобожие было и в других регионах, которые, опять же, мы географически получаем. Получается так, что знание о том, что на самом-то деле, не так-то все просто было. Богов здесь было действительно много, они действительно свергали друг друга, они действительно правили этими местами, да? Ну, вот это как идея, да? А дальше мы, если пройдемся там по результатам наших экспедиций, мы действительно видим следы этих самых богов на этих землях. Самый замечательный, да, Баальбек. Он так и называется, фактически, Баальбек, да? Там реально прослеживается, что было некое сооружение, и запросто в том числе там, ну, скажем так, Деникин говорит, что основание храма Юпитера, это была там посадочная площадка для летательных аппаратов, да, цивилизации. Но хорошо, летательный аппарат, а где сами пилоты были? Если мы возьмем так называемый алтарный двор, то там прослеживается, что римляне тоже и там были не первыми. Их постройки, их сооружения, их архитектура идет выше основного двора, который тоже поднят, и под которым идут громаднейшие, собственно говоря, там, ну, эти арочные своды, куда метро помещается свободно, да? Вот. Там вполне могли быть сооружения. Мы там нашли следы, что римляне собирали, даже они в фундамент стен закладывали колонны от какого-то более древнего сооружения. Причем колонны с обработкой на токарном станке, да? Если там было что-то, действительно, сооружение Баала, то тоже интересно получается, потому что пересекается с мифологией. По мифологии Хананской Баал на определенном этапе, для того, чтобы подтвердить свою власть, что вот он становится верховным богом, он требует себе дворец, ему, в конце концов, разрешают построить этот дворец. Он дворец, в котором нет окон. В Бальбеке нет окон нигде. То есть там есть дверные проемы куда-то. И все. Окон нет. То есть запросто мог там быть действительно храмвалы. Но есть еще более интересное место, да? Храмовая гора в Иерусалиме. Стена, которая окружает храмовую гору, она по технологиям. Один в один с Бальбеком. По строительным технологиям, по обработке камня. Значит, и плюс, совершенно непонятно, зачем ставить стену вокруг горы, да? Ни Соломону, ни, там, скажем, приписывает это иногда, значит, что это уже Иродом было построено. На самом деле там абсолютно не стыкуется. И постройки Ирода известны, они достаточно примитивны. А здесь высокие технологии в том числе. Тоже можно отнести к древним богам. Вопрос, что было наверху. Ведь именно туда Авраам приводил первенца на заклание, да? То есть на какое-то опять же святое место. Там же сейчас, собственно, и там же Соломон строил храм. И там же сейчас стоит одна из основных мусульманских мечетей. Что было наверху? Что требовалось охранять такими стенами? Что были за постройки богов? К сожалению, там сейчас... Не сохранилось, естественно. Что-то не сохранилось, ну и плюс там посмотреть нельзя. Там арабы что-то роют, что-то делают. Якобы подземную мечеть. Где это вы видели подземную мечеть? Вот. То есть вот есть конкретные... Опять же, это тоже могла быть точка Баала, да? Если мы уйдем в соседнюю Сирию, там есть просто храм Баала, который датируется как-то так ближе уже к рубежу нашей эры. Но на самом деле точно каких-то сведений нет. Зато ближе к турецкой границе там есть конкретные следы механических инструментов в храме Вайндаре, в хетском храме. Что такое хетты? Рядом Турции, да? Переходим границу, мы попадаем там в местечко Алалах. Мы вот в прошлом году были в экспедиции, тоже нашли камень, совершенно четко технологии, превышающие наши следы надреза, да? Дальше аналогично надрезы там находили в Хатусе, в столице хеттов. И вот хетты дают и Алладжиху Юг, который вообще пересекается полностью с Перу. А получается очень интересная вещь, что на самом деле вот эти земли... Там тоже был культ Бала. Если мы возьмем хетскую мифологию, она почти точь-в-точь повторяет хананскую. Там просто можно просить прямые параллели. Сюжеты одинаковые. Ну да, только по-разному иногда назывались. Имена, да. Ну, грубо говоря, разные авторы, персонажи называли разными именами. Причем на свой язык, да? И, значит, получается, что там тоже были боги, но там мы находим следы как раз конфликта, то, что называется, войны богов. А Бал, он явно уже более поздний. То есть он в числе победителей. И, с одной стороны, победители, либо их потомков. Значит, то есть... Но у хеттов вот есть одна такая штука очень любопытная. У них резко отличается, отличалось юридическое право. То есть законы у них отличались от тех, кто их окружал народы. Отличались гуманностью. То есть если Моисей провозглашал... А Моисей был позже, ну, до хетов, он где-то чуть-чуть раньше хетов был. Потом евреи строили государство на основе тех законов, которые дал Яхвам и Моисей, через Моисея, да? То там был принцип око за око, зуб за зуб. Ну, фактически, ну, так, грубо говоря, да? А у хетты нет. Хетты могли откупиться. То есть даже смерть человека не влекла за собой смерть наказуемого. Он мог откупиться работами, деньгами, имуществом и так далее. Оно реально было более гуманно. Оно меньше наносило свои вещи, меньше убивалось людей и так далее, да? Мы же тоже смертную казнь отменили, и считаем это гуманно. И здесь точно так же. Но возникает вопрос. Юридическое право законодательства никогда не бывает оторвано от религии. Особенно там, где религия играет благорестующую роль. Всегда под это законодательство подводится идеологическая база. Тогда получается, что боги, которые сидели на территории Хеттской империи, пусть до того, да, они были более гуманны по отношению к людям. Самое интересное, что мы находим это свидетельство в хроновской мифологии. Когда в один из эпизодов Баал в борьбе с богом смерти мутом погибает, трон освобождается, трон свободен. И Эль, который еще сохранил за собой статус верховного бога, хотя и не царь уже богов, вместе со своей женой сидит, обсуждает, что надо кого-то на трон посадить. То есть, выбирает одного бога, там, не такое незначащее имя, и говорит, вот, его можно посадить. Критерий отбора. Он послушен богам и исполнителям, и жесток по отношению к людям. И это возводится в один из главных критериев. Получается, тогда Баал, как соперник Эля, был чем плохо, в том числе и тем, что хорошо относился к людям. То есть, совершенно другая точка зрения. Кардинально другая точка. Кардинальное изменение. Ну, а вот сейчас, ну, по крайней мере, да, все-таки считают, что он был, там, богом-громоверцем, там, ну, властителем вселенной и так далее, и тому подобное. Даже у некоторых богом подземного мира, по-моему, финикийцев, богом-блодородия. И вот, все-таки, кем же он был? Или он прошел все эти стадии, скажем так, и в борьбе за повелителя мира? Ну, понимаете, вот, например, возьмем Александра Невского. Да? Вот у него имя появилось Невский. Почему? Потому что он победил на, собственно говоря, Неве. Но при этом он был князем, да? Он был отцом. Он был из Рюриковичей, да? У него много всяких названий. Точно так же здесь. Точно так же и здесь, да? Бог занимается не только одним делом. Он занимается всем и этим, и этим, и этим. Просто где-то наибольшее впечатление произвела одна деятельность, где-то другая. Где-то запомнилась одна информация, где-то там еще четвертая. И поэтому получается, что он вроде и там, и там, и сям. Самое основное то, что объединяет там, действительно, Баалов в разных территориях, это прежде всего бог грозы. И что самое интересное, да? Вот хетты, собственно, с ними было покончено еще до завоевания евреями Ханаана. И у них так общество достаточно сильно рассыпалось. То есть, новохетские царства, они уже до хетской империи не дотягивали никаким образом. То есть, там уже остались осколки религии Баала. Часть осколков, кстати, ушла в Армению со всеми вот этими преданиями. А часть через прибрежные города турецкие перешла к грекам. Зевс, на самом деле, бог-громовержец. И если мы возьмем греческую мифологию, почему греки так легко воспринимали хранскую мифологию? Да потому что-то она... Идентична. Идентична. От греков она переходит к римлянам. И смотрите, забавная картина получается. Юпитер. Фактически Баал. Римляне в 70-м году нашей эры разрушают храм Яхве, храм Соломона. Получается некий такой реванш, временный реванш, да? А дальше христианство уже поднимает голову. И что происходит? Первое государство, где принято христианство в качестве основной религии, это Армения. После этого у нас давится все, так сказать, весь культ Баала-Юпитера уже в древнем Риме, и фактически все заканчивается. И с этого момента память о Баале уже даже в каких-то переложениях начинает стираться просто капитально. Начинается снова вылистать с чистого... Там вот у хетов еще одна вещь интересная еще и обнаруживается. Дело в том, что они... Их... Вот про Ханаан это не упоминается, потому что мало сведений осталось. А хеты оставили после себя громаднейшие архивы. И очень много уже переведено. И там вырисовывается теснейшая связь, значит, религии, их мифологии, религиозных обрядов с то, что называется практической магией. Ну, там, ворожбой, там, и так далее, и так далее. А что такое практическая магия, да? Во-первых, это знание. Знание просто практических приемов, когда человек каким-то ритуалом, какими-то своими действиями начинает влиять на окружающий мир. Да? Но он не просто на окружающий мир влияет. Он влияет и на богов. Он может с ними договариваться с помощью этих ритуалов. А Яхва это категорически не приемлет. Яхве нужно только служить. И если включить вот это в то знание, которое затаптывалось, именно было вот той самой мерзостью, которую евреи должны были подавить, все встает на свои места. Потому что, если мы посмотрим дальше, то и христианство, и мусульманство, возникшее на той же самой религии Яхве, да, они на протяжении всего этого времени категорически давят, в первую очередь, что? Практическую магию. Колдовство и так далее, и так далее, и так далее. Никак не договориться, действительно. С богами точно. Да, да. Ну, а я хотела бы тоже для наших телезрителей небольшая информация о тех местах, которые были когда-то землей Баала. В юго-восточной части Сирии под огромным холмом возле деревни Хамукар обнаружена руина города, возраст которого, по мнению ученых, составляет не менее 6 тысяч лет. Возможно, это самый старый город на планете. Первое из найденных поселений относилось примерно к 3200 годам до нашей эры и занимало площадь около 13 гектаров. Постепенно оно росло, его территории, возраст увеличивались, и впоследствии поселение стало одним из настоящих мегаполисов 6 тысячелетней давности. Археологи смогли увидеть, как развивался город на протяжении нескольких тысячелетий. Здесь были обнаружены кирпичные и глиняные дома, остатки зерна и огромное количество буст из кости, фаянса, камней и раковин, а также искусная керамика и 15 каменных печатей в форме тщательно прорисованных животных. В итоге эта находка фактически изменила традиционные представления о появлении городов и цивилизации в целом. Теперь некоторые исследователи полагают, что первоначально цивилизация зародилась именно в Сирии, а не в Месопотамии. Между тем, в долине на северо-западе Сирии также обнаружен древний город по археологическому. В том числе, в которых названо свыше 60, растениях и минералах, птицах и млекопитающих, рыбах и личных именах, а также в них содержатся тексты с перечислением названий городов и наименований различных инструментов. Найдены и шумерско-эблоэдские словари, а также поэтическое повествование о создании мира и даже рассказ о всемирном потопе. Ну вот как вот такие открытия? Открывают они действительно? Я бы сказал, что это устаревшие уже данные, потому что уже на территории Турции есть поселение, датируемое 7-8 тысячелетиям до нашей эры. Скажем, такое странное место, как Гебек-Литепя, даже археологи датируют где-то 10-11 тысячелетия до нашей эры. А мы по признакам там вообще утверждаем, что это допотопное, то есть еще раньше. Причем это известно-то буквально совсем небольшой пятачок раскопанный. А то, что нам гид рассказывал на месте, он говорит, уже как минимум 20 таких точек в окрестностях найдено. То есть что это из себя представляло, было ли это городом, еще надо разбираться. Но земледелие у них уже было, там найдены остатки зерновых и так далее. Ну ладно, мы можем сказать, что это все-таки не самые древние города на земле, но все-таки... Что касается архивов эблаистских, ну во-первых, сам архив в Эбле, конечно, очень интересен тем, что там даже на землях Ханаана упоминаются тысячи городов, тысячи. То есть это был очень густо заселенный район. А Эбла это задолго до Моисея. Значит, и плюс к тому там даже уже упоминается Иерусалим. Причем в каких-то вот из древних текстов Иерусалим переводится как «основанный Богом». Вопрос, каким Богом, да, возникает вопрос. Вот, есть интереснейший архив, аналогичный тоже вот там же на территории Сирии. Это сейчас современный Сирий, пока еще Сирия. Значит, город Мари. Там тоже найден огромнейший архив. Так вот, архив Мари, когда начали переводить еще перед Второй мировой войной, там пошло, сначала радовались, значит, католики, что вот найдено много упоминаний, в том числе библейских городов. То есть то, что раньше археологи считали, что это вообще... Этого не было. Этого не было, да. Здесь в исторических документах об обмене торговом, там, о том, что цари туда ходили, там, с войнами и так далее. То есть, ну, вроде как подтверждается. Для историков же главная надпись какая-то, да. Но после этого, после того, как начали там проскакивать дальнейшие переводы, Ватикан занял очень жесткую позицию. Там этот... Фактически они похоронили этот архив. То есть часть там, громаднейшая часть пропала, значит, в закромах Ватикана. Часть там в паре в Парижском, в Лувре осталась. А человек, который занимался переводами, вынужден был публично отрекаться даже от этих переводов. И мотивация такая, что это подрывает... Там идет рассказ о ветхозаветных временах, но принципиально другое происхождение мира. И те вещи, которые доводилось слышать, что они подрывают основы всех мировых религий. То есть, вот изложение, грубо говоря, очевидцев. Там, что в Вебле, что в Марии. В Вебле, кстати, тоже упоминается, там есть один из переводов, один из богов упоминается, что это Яхва, и он занимает второстепенную роль совершенно. И там же, кстати, указание на любовный треугольник тоже встречается. Ну вот, кстати говоря, можно, если судить по этим находкам, тем же раскопанным городам, и по Аэбле, и Хмукару, и по Угариту, естественно, то там можно сказать, что действительно это были такие очень большие культурные центры, в том числе. Это действительно были развитые города. Это, ну, там, как были и зажиточные люди, так и, в принципе, жили совершенно нормально. Существовали люди, как я понимаю, не богатые и не царских кровей. А совершенно нормально такое гуманное такое было... Ну, оно разнообразное, в разных городах по-разному. Ну, в большей степени, конечно, да. Но, по крайней мере, можно говорить о развитой культуре именно здесь. И письменности в том числе. То есть, вот, однозначно совершенно, вот, как-то, а так как это все-таки считается землей Баала, да, ну, если говорить так, да, то, в общем-то, явно не состыковка с сегодняшним восприятием. С мрачным персонажем. С мрачным персонажем. Насколько действительно он был мрачен, грозен и вообще такой ужасный. Ну, к сожалению, идеология, а тем более религиозная идеология, она сказывается. Тем более, если представить себе, что культ Баала затаптался на протяжении трех тысячелетий. Три тысячи лет. Это жесточайшая цензура, да, и, ну, вплоть до уничтожения тех, кто пытался говорить что-то другое. Ну, а на сегодняшний день что-то существует все-таки? Можно найти в мире какие-то остатки? Я думаю, что если где-то кто-то себя и провозглашает там последователем Баала, то он провозглашает себя последователем вот этого уже извращенного персонажа, да. Да, потому что, ну, какие-то такие есть отголоски, да, там в интернете много чего можно найти. Это, вот точно так же, как я говорил в начале, что люди верующие не читают Ветхий Завет, так и те, кто говорит, что они поклоняются Баалу, на самом деле понятия не имеют, кто он такой, не изучали его историю. Поэтому, в общем, провозглашать это одно, а быть на деле это совсем дорого. Да, это точно. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Подводим итоги. У западно-семитских народов и арамейских групп, осозлявших с IV-III тысячелетия до н.э. Сирию, Феникию и Палестину, несмотря на языковую близость, общность важнейших элементов культуры, постоянные контакты, не сложилась единая для всех система мифологических представлений. Наличие общих мифов и божеств не сформировало общий пантеон. Однако культ Баала присутствовал у всех этих народов. Несмотря на жестокость, якобы, и распущенность этого божества, города-государства на этой территории развивались ничуть не хуже более мирных своих соседей, а во многом даже и опережали их. Быть может, потому, что в глубокой древности сам Баал был реальным живым богом, князем или владыкой, который даровал людям знания благополучия и культурное развитие в обмен на определенные жертвы с их стороны и поклонения грозному богу-громоверцу или богу-плодородия. Но так или иначе, культ Баала распространился позднее далеко, за пределы Средней Азии и Ближнего Востока, несколько трансформировавшись и приобретя новые имена, став, к примеру, Зевсом, Веленом, Сетом, Молохом. Да и до нашего времени в Ирландии и Уэльсе, говорят, сохранились обряды, напоминающие древнее поклонение Баалу. О тайнах и особенностях земли Баала сегодня мы говорили с нашим гостем в студии, следователем, путешественником и писателем Андреем Юрьевичем Скляровым. Спасибо вам. Всего доброго. Ну а мы напоминаем, что видеть программы, которые вы не смогли посмотреть в прямом эфире, поделиться своими историями, а также задать интересующие вас вопросы, вы можете на сайте нашего телеканала astrodefistv.net. С вами была Антария Гончарова. Всего вам самого доброго. Смотрите программу в поиске ответа, и вы узнаете много интересного. Редактор субтитров на самые сокровенные свои вопросы. Властителем Вселенной и так далее и тому подобное. Даже у некоторых богом подземного мира, по-моему, у финикийцев богом плодородия. И вот все-таки кем же он был? Или он прошел все эти стадии, скажем так, и в борьбе за повелителя мира? Ну, понимаете, вот, например, возьмем Александра Невского. Да? Вот у него имя появилось Невский. Почему? Потому что он победил на, собственно говоря, Неве. Но при этом он был князем. Да? Он был отцом. Он был из Рюриковичей. Да? У него много всяких названий. Точно так же. Точно так же и здесь. Точно так же и здесь, да? Бог занимается не только одним делом. Он занимается всем и этим, и этим, и этим. Просто где-то наибольшее впечатление произвела одна деятельность, где-то другая. Где-то запомнилась одна информация, где-то там еще четвертая. И поэтому получается, что он вроде и там, и там, и сям. Самое основное, то, что объединяет там, действительно, Баалов в разных территориях, это прежде всего бог грозы. И что самое интересное, да? Вот хетты, собственно, с ними было покончено еще до завоевания евреями Ханаана. И у них так общество достаточно сильно рассыпалось. То есть, новохетские царства, они уже до Хетской империи не дотягивали никаким образом. То есть, там уже остались осколки религии Баала. Часть осколков, кстати, ушла в Армению со всеми вот этими преданиями. А часть через прибрежные города турецкие перешла к грекам. Зевс, на самом деле. Бог-громовержец. И если мы возьмем греческую мифологию, почему греки так легко воспринимали хананскую мифологию? Да потому что это она... Идентична. Идентична. От греков она переходит к римлянам. И смотрите, забавная картина получается. Юпитер. Фактически Баал. Римляне в 70-м году нашей эры разрушают храм Яхве, храм Соломона. Получается некий такой реванш, временный реванш. А дальше христианство уже поднимает голову. И что происходит? Первое государство, где принято христианство в качестве основной религии, это Армения. После этого у нас давится все, так сказать, весь культ Баала-Юпитера уже в древнем Риме. И фактически все заканчивается. И с этого момента память о Баале уже даже в каких-то переложениях начинает стираться просто капитально. И там вот у хетов еще одна вещь интересная еще и обнаруживается. Дело в том, что они, их, вот про Ханаан это не упоминается, потому что мало сведений осталось. А хеты оставили после себя громаднейшие архивы. И очень много уже переведено. И там вырисовывается теснейшая связь, значит, религии, их мифологии, религиозных обрядов, с то, что называется практической магией. Ну там, вражь, бой, там, и так далее, и так далее. А что такое практическая магия? Во-первых, это знание. Знание просто практических приемов, когда человек каким-то ритуалом, какими-то своими действиями начинает влиять на окружающий мир. Но он не просто на окружающий мир влияет, он влияет и на богов. Он может с ними договариваться с помощью этих ритуалов. А Яхва это категорически не приемлет. Яхве нужно только служить. И если включить вот это в то знание, которое затаптывалось, именно было вот той самой мерзостью, которую евреи должны были подавить, все стоит на свои места. Потому что если мы посмотрим дальше, то и христианство, и мусульманство, возникшее на той же самой религии Яхве, они на протяжении всего этого времени категорически давят в первую очередь что? Практическую магию, колдовство и так далее, и так далее, и так далее. Никак не договориться действительно с богами точно. Но я хотела бы тоже для наших телезрителей небольшая информация о тех местах, которые были когда-то землей Баала. В юго-восточной части Сирии под огромным холмом возле деревни Хамукар обнаружены руины города, возраст которого, по мнению ученых, составляет не менее 6 тысяч лет. Возможно, это самый старый город на планете. Первое из найденных поселений относилось примерно к 3200 годам до нашей эры и занимало площадь около 13 гектаров. Постепенно оно росло, его территории и возраст увеличивались, и впоследствии поселение стало одним из настоящих мегаполисов 6 тысячелетней давности. Археологи смогли увидеть, как развивался город на протяжении нескольких тысячелетий. Здесь были обнаружены кирпичные и глиняные дома, остатки зерна и огромное количество бус из кости, фаянса, камня и раковин, а также искусная керамика и 15 каменных печатей в форме тщательно прорисованных животных. В итоге эта находка фактически изменила традиционные представления о появлении городов и цивилизации в целом. Теперь некоторые исследователи полагают, что первоначально цивилизация зародилась именно в Сирии, а не в Месопотамии. Между тем в долине на северо-западе Сирии также обнаружен древний город. В которых названо свыше 60, растениях и минералах, птицах и млекопитающих, рыбах и личных именах, а также в них содержатся тексты с перечислением названий городов и наименований различных инструментов. Найдены и шумерско-эблоэдские словари, а также поэтическое повествование о создании мира и даже рассказ о всемирном потопе. Ну вот как вот такие открытия? Открывают они действительно? Я бы сказал, что это устаревшие уже данные, потому что уже на территории Турции есть поселение, датируемое 7-8 тысячелетиям до нашей эры. Скажем, такое странное место, как Гебек-Литепя, даже археологи датируют где-то 10-11 тысячелетия до нашей эры. А мы по признакам там вообще утверждаем, что это допотопное, то есть еще раньше. Причем это известно-то буквально совсем небольшой пятачок раскопанный. А то, что нам Гид рассказывал на месте, он говорит, уже как минимум 20 таких точек в окрестностях найдено. То есть что это из себя представляло, было ли это городом, еще надо разбираться. Но земледелие у них уже было, там найдены остатки зерновых и так далее. Ну ладно, мы можем сказать, что это все-таки не самые древние города на земле, но все-таки... Что касается архивов Эблаиски, ну во-первых, сам архив Вебле, конечно, очень интересен тем, что там даже на землях Ханаана, упоминая их, детей сразу зарезали первенцев. Вот, а что эти жертвы еще проносились регулярно? И, дескать, вот свидетельство, это вот специальное кладбище, где стоят, значит, такие специальные прямоугольные урны, надгробья, значит, с посвящением неким богам, да? Но, вроде бы как подтверждается. Но дело в том, что там исследования не были доведены до конца. Буквально лет, там, я не боюсь ошибиться в цифрах, лет 7-8 назад, вот этот тафет, так называемый, вот такое кладбище, да? Значит, исследовал один антрополог. И он что обнаружил? Значит, во-первых, на этом кладбище дети хоронились только до определенного возраста. После этого возраста они хоронились на взрослом кладбище. Он не обнаружил никаких следов насильственной смерти. Он обнаружил даже останки мертворожденных детей. А потом проделал простую вещь. Он сравнил количество захороненных там и количество взрослых. Он сказал, извините, у них, если это сводилось к естественным причинам смерти, то у них даже смертность была ниже, чем у нас. А где жертва тогда? То есть, просто существовало отдельное детское кладбище. У нас же мы тоже практикуем, да, отдельно детские там, иногда какие-то места, где детей хоронят. А что такое надпись? Да у нас тоже, Боже, прими душу, там, прими раба твоего, такого-то, да? Эту службу можно было взять и протрактовать так, что якобы была жертва. То есть, на самом деле, реально, археологически массовые жертвоприношения не подтверждены. Более того, есть свидетельства времен Александра Македонского. То есть, это, там, скажем, еще задолго до Соломона, да? Там, за 300 лет. Нет, после Соломона, но уже, как бы, еще задолго до Христа, да? Вот. Там описывается сцена, что когда Александр Македонский напал на один из хрананских городов, жители совещались и пришли, значит, к мнению, что нужно принести в жертву, значит, первенца от главы города. Значит, дескать, это поможет им спасти город от нашествия. Но старейшины воспротились этому решению. Практика уже давно была утеряна. Более того, значит, по всем этим текстам получается, что это было не каждодневное приношение, да, первенцев отдавали. Но отдавали в самых крайних случаях. Великое бедствие, нашествие, там, голод, там, типа, потопа местного, там, и так далее. То есть, в исключительных совершенно случаях. И не даром именно первенца. Почему? Потому что человек жертвует самое дорогое, что у него есть. Тем более, что если учитывать, что через первенцев шли права на следование, то есть, человек фактически может поставить крест на продолжение своего рода. То есть, он отдает Богу вот самое главное, что у него есть. Ну, разве что жизнь самоубийством не кончает, но это, извините, грех вообще даже и в христианстве. Вот. И здесь, на самом деле, начинает привлекать внимание тогда тексты с того же Ветхого Завета. Да? Если мы вспомним знаменитую сцену с Авраамом. Да, Авраам пошел на заклане отдавать своего сына, потому что так потребовал Бог. Совершенно спокойно. Не моргнул глазом, да. Он пошел так, как будто эта практика его окружала. Значит, извините, среди евреев это тоже практиковалось. Ну, надо сказать, что и даже в Средневековье, если уж так позже несколько вернутся, то тоже. Ну, это считается отступлением там и так далее, да. Возьмем, опять же, Соломона. Не Соломона, а Моисея. Он позже Авраама. Ну, хорошо, время какое-то прошло. Значит, вроде бы Бог заменил жертвоприношение детьми, детей жертвоприношениями животными. Все замечательно. Моисей, среди всех тех заповедей, которые идут помимо десяти известных, там есть замечательная фраза. Отдай мне первый приплод от твоих растений, первенцев от твоего стада и первенцев от тебя. Куда отдать? Хорошо, говорят, посвятить. А что значит посвятить? А что, растения тоже и жертвенные животные тоже просто посвящались? Извините, они резались. А проходит еще время. Пророк Михей, это уже буквально первое, дай Бог памяти, уже незадолго до Александра Македонского, произносит фразу. С чем предстану я перед Господом? С офисожжениями первенцев животных. Что они стоят по сравнению, если с тем, как я ему принесу в жертву первенца своего? Это уже после Соломона, намного позже. То есть, совсем недавно уже. Вот у меня складывается полное впечатление, что человеческие жертвоприношения просто стерты из еврейских и иудейских источников. А реальную практику они имели. Тогда все. И последняя мерзость уходит. Спрашивается, за что тогда Яхва так не излюбила Алла или Бала, если правильно говорить. Очень интересная вещь получается. Дело в том, что по свидетельствам историков те же греческих существовали некие книги, в которых описывалось, что жрецы Бала владели определенным знанием каким-то, закрытым, тайным знанием. И старательно передавали его из поколения в поколение, потому что большая часть этого знания хранилась в устной форме, чтобы не разглашалось. И более того, в хранатских землях была традиция вести исторические записи, хранить в специальных библиотеках, то есть, передавать сведения о прошлом. Ну, и тут появляется толпа евреев, которые действительно проходят огнем, мечом. Долго, они там лет 200 завоевывали эту землю, как минимум. Но все-таки они проводят тотальное уничтожение носителей знаний. Спрашивается, какое знание тогда хотел уничтожить Ваал? Ну, в смысле, не Ваал, а Яхвы, да? Дело в том, что когда, ну ладно, много богов, хорошо, многобожие было и в других регионах, которые, опять же, мы, да, географически получаем. Получается так, что знание о том, что на самом-то деле, не так-то все просто было. Богов здесь было действительно много, они действительно свергали друг друга. Они действительно правили этими местами, да? Ну, вот это как идея, да? А дальше мы, если пройдемся там по результатам наших экспедиций, мы действительно видим следы этих самых богов на этих землях. Самый замечательный, да, Баальбек. Он так и называется, фактически. Да, город Баал, да. Там реально прослеживается, что было некое сооружение, и запросто, в том числе, там, ну, скажем так, Деникин говорит, что основание храма Юпитера, это была там посадочная площадка для летательных аппаратов, да, цивилизации. Ну, хорошо, летательные аппараты, а где сами пилоты были? Если мы возьмем так называемый алтарный двор, то там прослеживается, что римляне тоже и там были не первыми. Их постройки, их сооружения, их архитектура идет выше основного двора, который тоже поднят, и под которым идут громаднейшие, собственно говоря, арочные своды, куда метро помещается свободно, да? Вот, там вполне могли быть сооружения. Мы там нашли следы, что римляне собирали, даже они в фундамент стен закладывали колонны от какого-то более древнего сооружения. Причем колонны с обработкой на токарном станке, да? Вот. Если там было что-то действительно сооружение Баала, то тоже интересно получается, потому что пересекается с мифологией. По мифологии Хананской, Баал на определенном этапе, для того, чтобы подтвердить свою власть, что вот он становится верховным богом, он требует себе дворец, ему в конце концов разрешают построить этот дворец. Он дворец, в котором нет окон. В Бальбеке нет окон, нигде. То есть, там есть дверные проемы куда-то. И все. Окон нет. То есть, запросто мог там быть действительно храм Ваала. Но есть еще более интересное место, да? Храмовая гора в Иерусалиме. Стена, которая окружает храмовую гору, она по технологиям. Один в один с Бальбеком. По строительным технологиям, по обработке камня. Значит, и плюс, совершенно непонятно, зачем ставить стену вокруг горы, да? Ни Соломону, ни, там, скажем, приписывает это иногда, значит, что это уже Иродом было построено. На самом деле, там абсолютно не стыкуется. И постройки Ирода известны, они достаточно примитивны. А здесь высокие технологии, в том числе. Тоже можно отнести к древним богам. Вопрос, что было наверху. Ведь именно туда Авраам приводил первенца на заклание, да? То есть, на какое-то опять же святое место. Там же сейчас, собственно, и там же Соломон строил храм. И там же сейчас стоит одна из основных мусульманских мечетей. Что было наверху? Что требовалось охранять такими стенами? Что были за постройки богов? К сожалению, там сейчас... Не сохранилось, естественно. Что-то не сохранилось. Ну и плюс, там посмотреть нельзя. Там арабы что-то роют, что-то делают. Якобы подземную мечеть. Где это вы видели подземную мечеть? Вот. То есть, вот есть конкретные... Опять же, это тоже могла быть точка Баала, да? Если мы уйдем в соседнюю Сирию, там есть просто храм Баала, который датируется как-то так, ближе уже к рубежу нашей эры. Но на самом деле точно каких-то сведений нет. Зато ближе к турецкой границе там есть конкретные следы механических инструментов. В храме Вайндаре. Хетском храме. Что такое хет? Хет-то рядом Турция, да? Переходим границу, мы попадаем там в местечко Алалах. Мы вот в прошлом году были в экспедиции, тоже нашли камень, совершенно четко технологии, превышающие наши следы надреза. Дальше аналогично надрезы там находили в Хатусе, в столице хеттов. И вот хетты дают и Алладжиху Юг, который вообще пересекается полностью с Перу. А получается очень интересная вещь, что на самом деле вот эти земли, там тоже был культ Баала. Если мы возьмем хетскую мифологию, она почти точь-в-точь повторяет хананскую. Там просто можно просить прямые параллели. Сюжеты одинаковые. Ну да, только по-разному иногда назывались. Имена, да. Ну, это, грубо говоря, разные авторы, персонажи называли разными именами. Причем на свой язык, да? И, значит, получается, что там тоже были боги, но там мы находим следы как раз конфликта, то, что называется, войны богов. А Баал, он явно уже более поздний, то есть он в числе победителей. И, с одной стороны, победители, либо их потомков. Значит, то есть, но у хетов вот есть одна такая штука очень любопытная. У них резко, вот, резко отличается, отличалось юридическое право. То есть законы у них отличались от тех, кто их окружал народы. Отличались гуманностью. То есть, если Моисей провозглашал, а Моисей был позже, ну, до хетов, он где-то, где-то чуть-чуть раньше хетов был. Потом евреи строили государство на основе тех законов, которые дал Яхве и Моисей, через Моисея, да? То там был принцип око за око, зуб за зуб. Ну, фактически, ну, так, грубо говоря, да? А у хетты нет. Хетты могли откупиться. То есть, даже смерть человека не влекла за собой смерть наказуемого. Он мог откупиться работами, деньгами, имуществом и так далее. Оно реально было более гуманно. Оно меньше носилось и вещи, меньше убивалось людей и так далее, да? Мы же тоже смертную казнь отменили, и считаем это гуманно. И здесь точно так же. Но возникает вопрос. Юридическое право, законодательство никогда не бывает оторвано от религии. Особенно там, где религия играет главенствующую роль. Всегда под это законодательство подводится идеологическая база. Тогда получается, что боги, которые сидели на территории Хеттской империи, пусть до того, да, они были более гуманны по отношению к людям. Самое интересное, что мы находим это свидетельство в хроновской мифологии. Когда в один из эпизодов Баал в борьбе с богом смерти, мутом, погибает, трон освобождается, трон свободен. И Эль, который еще сохранил за собой статус верховного бога, хотя и не царь уже богов, вместе со своей женой сидит, обсуждает, что надо кого-то на трон посадить, выбирает одного бога, там, не знаю, не знаю, чьи имя, и говорит, вот, его можно посадить. Критерий отбора. Он послушен богам и исполнителям, и жесток по отношению к людям. И это возводится в один из главных критериев. Получается, тогда Баал, как соперник Эля, был чем плохо, в том числе и тем, что хорошо относился к людям. То есть совершенно другая точка зрения. Кардинально другая точка. Ну, а вот сейчас, ну, по крайней мере, все-таки считают, что он был там богом-громоверцем. Вы смотрите программу «В поиске ответа» на телеканале Астра ТВ. С вами Анатолия Гончарова. Здравствуйте. Эпиграфом к сегодняшней нашей программе можно поставить выражение австрийского экономиста и философа XX века Фридриха Августа фон Хайка. Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен приспосабливаться к переменам причины и природа которых ему неизвестны. Считается, что первоначально имя Баал было нарицательным обозначением божества того или иного племени, потом местности. Затем титул Баал стали давать князьям и городоначальникам. Позже Баала считали богом солнечного света. Немного спустя он стал творцом всего мира, вселенной, затем богом плодородия. Центр культа Баала был в Тире. Отсюда он распространился и в Древнем Израильском царстве, и в Иудее, несмотря на борьбу пророков. Почитался Баал и в финикийском государстве Карфагения. Через финикийцев культ Баала постепенно распространился далеко на запад. В Египет, Римскую империю, Скандинавию. В Ханаане Баал Баал почитался как бог плодородия, грозы и бури. Несмотря на кажущуюся со стороны миролюбивость, это был один из самых кровожадных и неистовых богов Древнего мира. В писаниях того времени Баал выступает как яростный всепобеждающий воин, сражающийся с другими богами и даже с создателем Вселенной Эллом. Он считался сыном Дагона и мужем Мастарты. Символом его являлся бык, так как он олицетворял собой необузданную, непредсказуемую силу природы. В культе Баала существовала четкая иерархическая структура. Таким образом создавалась мера ответственности, необходимая для процветания жизни культа и народа. Римляне, видевшие поклонение Баалу, не вписывающиеся в их представление о морали, начали охотиться за жрецами и разрушать жертвенные места этого бога. С приходом христианства Баалу причислили к дьяволам, и служение ему было смертным грехом, за который была введена смертная казнь. На протяжении сотен лет христиане охотились за служителями Баала, но культ кровожадного бога не прекратил своего существования и по сей день. Так с чем же связана такая популярность этого бога? Кто такой Баал? Как изменялся его образ в зависимости от времени и от территории распространения культа? Что нового привносило в жизни культуру государства поклонение народа этому грозному божеству? Какими особенностями характеризуются сегодняшние страны, на территории которых в древности поклонялись Баалу? И существует ли все-таки этот древний культ до сих пор? О загадках и тайнах земли Баала сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии, исследователем, путешественником и писателем Андреем Юрьевичем Скляром. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Юрьевич, ну, разве видите все сомнения, скажем так, кто же такой действительно Баал? Все-таки наше представление такие, они действительно такие, ну, кровожадные или нет? Ну, вот я внимательно слушал ваше выступлительное слово. Значит, я хочу сказать, что совершенно точно отражена та точка зрения, которая сейчас распространена. Но вся эта точка зрения, она представляет из себя смесь, скажем, двух взглядов. Взгляда современной академической науки и взгляда, в общем, христианской культуры. К сожалению, когда вот мы сталкиваемся особенно с такими мифологическими, то, что называется, персонажами, мы имеем дело очень часто с искажениями, информациями, искажениями... А первоисточники вообще? Да, первоисточники, причем искажает тот, кто пытается это интерпретировать. На самом деле, когда мы говорим там о том, что сначала это были там князьям присваивался титул, потом уже стал богом и так далее, это точка зрения академической науки, которая считает богов выдумкой. Мы сталкиваемся с реальными конкретными следами высоко развитой цивилизации и считаем, что их наши предки называли богами. Значит, с этой точки зрения, получается, что мы должны говорить не о трансформации, а о том, что действительно был такой реальный персонаж. Вопрос, что он из себя представлял. А здесь уже надо обращаться как можно ближе к первоисточникам. К сожалению, про Баала, значит, до 20 века вообще, вся информация черпалась из греческих источников, которые описывали уже фактически остатки культа. Потому что они описывали то, что происходило на древних наанской земле уже почти через тысячу лет после завоевания ее евреями. То есть это уже культ истреблялся очень долго, до них, до греков еще. Значит, а потом, когда уже, собственно, еще два тысячелетия прошло, да, и только после этого в 20 веке пошли первые находки, когда в Угарите были найдены, во-первых, статуэтки этого бога. Он казался обычным изображением обычного бога. Никакого монстра там нет. Просто как обычный человек. И как обычно богов и изображали, там, с атрибутами, с какими-то, ничем от других не отличался. Нашлись таблички. Ну, там были, считается, это библиотекой жреца Угарицкого, который поклонялся Баалу. И, по крайней мере, удалось какую-то часть мифологии, что такое мифология, это не просто сказки какие-то там, и по басенке, особенно, когда речь идет о культе какого-то божества. Это, грубо говоря, философии, лежащие под религией, под самой обрядностью. Обряды — это внешняя какая-то часть. А ради чего это человек делает? Это как раз и есть вот эта самая основа. Потому что есть, скажем, у нас церковь — это одно, а есть христианство как идея — это базис вот этой настройки. Вот точно так же и здесь. Когда читаешь эти легенды и предания, оказывается, что, ну да, это один из многих богов. И на самом деле обнаруживается масса пересечений, скажем, мифологии Угарицкой и Египетской. То есть, ну вот, я когда материал собирал там по этой теме, я наткнулся на видео-версии лекций, просто запись лекций шла. Есть такой преподаватель, по-моему, в ГИМО, Александр Борисович Зубов. Вот я когда сталкивался, когда он рассказывал там про другую мифологию, других стран, да, я просто так, ну, преклонялся, как человек ее хорошо знает, как трактует. Когда он начал рассказывать о религии Ханаана, я схватился за голову. То есть, вот он, христианин, он настолько искажал информацию, он, например, сказал, что почему Баал там злой и неправильный, грубо говоря, в чем его мерзость, да, что вот Баал — это узурпатор власти у Эля, а Эль — это верховный бог. Поэтому Яхве, собственно, иудейский, еврейский, да, это и был Эль. Поэтому он ввел борьбу с узурпатом, а поэтому она была справедливой. Извините, поднимаем угорицкую мифологию, там выясняется, что Эль был узурпатором. Он получил власть, свергнув предыдущего бога под именем неба. Да, тот, в свою очередь, тоже свергнул у предшественника власть. Значит, мы уже получаем не первого бога, во-первых, не первого бога, да, а во-вторых, и тоже узурпатора, да. А человек берет и так просто передергивает информацию себе в угоду, да, чтобы подо что-то подогнать. И мне вот заинтересовала вообще эта тема, на самом деле, когда я столкнулся с Ветхим Заветом. У нас, к сожалению, верующие, которые считают себя верующими, Ветхий Завет не читают. Они бы почитали, они бы давно атеистами стали. Потому что возьмем такую сцену, сцену перед входом евреев в землю обетованную. Вот они 40 лет где-то ходили, ходили, ходили. Значит, пришло время, что вот Бог им разрешил войти. И Моисей, которому было запрещено входить в эту землю, он смог ее только увидеть с горы, да. Но перед этим он обратился с напутственной речью к евреям, что вот я передаю фактически власть сейчас Иисусу на вину, который вас поведет, вы должны завоевать эту землю. А дальше идут четкие инструкции. Причем он говорит от имени Бога, от имени Яхве. И меня просто поразила. Там конкретная установка на жесточайший геноцид, на истребление просто местного населения. Причем делается, например, такая разница, которую трудно уловить, она в разных местах просто. В некоторых отрывках фигурирует, в нескольких. Значит, когда речь идет о том, что вы, евреи, придете, завоюете какой-то город, если вам там жители, которые будут сопротивляться, мужчин убейте, детей, женщин возьмите себе в полон, богатство их там, часть мне отдайте, часть разделите. Но это вы можете делать только в так называемых дальних городах. За пределами той земли, которую я вам заповедовал. А в этой земле вы должны вырезать всех. Вы даже золото не должны у них брать. Вы должны все уничтожать, все их постройки, сооружения, дома сжигать, имущество сжигать. Даже золото нужно было бросить в центре города, переплавить его фактически слитки. То есть, и мотивировалось это тем, что, дескать, жители этой земли занимаются такой мерзостью, что вот они виноваты, да, и их за эти мерзости надо наказывать. Я полез копаться. В чем заключается мерзость? Вот весь Ветхий Завет я перерыл. Мерзости, в принципе, сводятся, то, что называется мерзостями, что удается вычислить. Всего две вещи. Первое, это аргиостические обряды, в том числе сексуальные, храмовые проституции и так далее. И, значит, жертвоприношения. Причем, ну, преимущественно человеческие жертвоприношения и приношения детей. Все, больше нет ничего, да? Ну, начинаем смотреть. Хорошо. Значит, ну, допустим. На самом деле, если копаться... Ну, не хорошее дело, в общем-то. Копаться в текстах, то там получается очень нелицеприятная картина в отношении самого Яхва. Дело в том, что там получается любовный треугольник. Яхва, Баал и то ли Астарта, то ли иногда там Анат, Ашера. Там разные имена используются по разным текстам. Причем в Ветхом Завете этого нет. Это есть в отдельных частях там Талмуда. Значит, то, что вот одна и та же богиня называется то женой Яхва, то спутницей Баала, да? И вот этот любовный треугольник, он, в принципе, с точки зрения нашей психологии, он вполне мог породить, скажем, предвзятое отношение к сексу, да? То есть, ну, и соответствующим образом Бог вложил это в доктрину там евреям, что нельзя там прелюбодействовать, еще чего-то, еще чего-то. Но опять же, как-то он это все сделал двояко, да? То есть, женщина не могла иметь много мужчин, да? Много мужей. А зато вот тот же Соломон, царь евреев, да? Он имел там чуть ли не тысячу, там, он пишет, наложниц, ну, громаднейший гарем, да? Жен только не одну даже имел. Вот, поэтому здесь тоже как-то не до конца все это. Но тогда непонятно, почему локально это нужно было применять, почему земли Ханаана нужно было истреблять за этот культ, ну, в смысле, за рогистические культы. А рядом, извините, у нас Вавилон, который к дальним городам относится, да? Там все Междуречие фактически, территория там Турции, возьмем Индию, там вообще секс один из способов достижения, наоборот, состояния Бога там в тантризме, да? То есть, есть масса других народов, которые точно так же практиковали эти обряды. Однако там это мерзостью не называется. Эти дальние города истреблять не надо. Это как это? Что у нас за мерзость, которая прям обладает какой-то географической особенностью. Что-то не стыкуется, да? Значит, хорошо, возьмем жертвоприношение. На самом деле, вот по угорицкой мифологии, значит, жертвоприношения там были самые разные. Там были обычные возлияния, там, вина, каких-то масел, там, воды чистой. То есть, это вообще приношение такое, вот, извините, мы хлеб там приносим, цветочки там и так далее. Вот. Были, да, жертвоприношения животными. Ну, извините, евреи тоже резали животных, будь здоров. И мне в одной книге попалось, на мой взгляд, очень удачное сравнение храма Соломона. Там просто человек взял и так прикинул по цифрам, как это описывается по площадям, сколько животных туда нужно было там поставлять по праздникам. Ну, и он сравнил это с современной скотобойней. То есть, там кровища должна литься была, сливаться в реку. И вонь должна была стоять, трупы сжигают, здесь гниет, мухи летают и так далее. То есть, это жуткое дело. И это жертвоприношение Богу, да? К тому же, то есть, это мерзостью никак не могло считаться, потому что он тут же заставлял, собственно говоря, делать евреев то же самое, да? Остается жертвоприношение детьми. Хорошо. Вроде бы, как археологи находят подтверждение. Но там тоже есть любопытная вещь. Например, осталось описание у римлян, что Карфаген приносил в жертву детей, значит, особенно когда римляне там напали, они там 300 или сколько-то strategic.